Уважаемые коллеги, я хотел бы сразу сказать, что у нас это не научная сессия, а по сути дела рабочее совещание. Я думаю, что актуальность вопроса вам всем понятна. И, собственно говоря, мы в рамках нашего Координационного совета так обдумывали и решили, по сути дела, таким образом сформулировать эту ситуацию. Для этого у нас есть основания, поскольку мы перед Конгрессом в течение буквально двух недель провели опрос коллег, чтобы подтвердить, что нам есть смысл и необходимость этим заниматься. Я имею в виду ассоциацию. Согласны ли вопросы сформулированы таким образом, чтобы политика импортозамещения проходила с учетом позиции нашей организации? И, как вы видите, 95% конечно эту позицию подтверждают. Но, собственно говоря, почему вот эти вещи все возникли, я напомню наш предыдущий опрос в декабре 2023 года. Его мы начинали в тот момент, когда Министерство здравоохранения к нам обратилось с просьбой отразить свою позицию в отношении возможности запрета поставки в Российскую Федерацию аппаратов импортного производства относительно аппаратов искусственной инфекции в этих человеках. Но мы написали свою позицию, сформулировали как отрицательную, считая, что на данном этапе такой кардинальный подход преждевременный и он может привести к определенным проблемам. Но вот, в частности, опираясь на наших коллег, мы, в общем, свою позицию подтвердили. И, посмотрите, вот довольно-таки, с моей точки зрения, любопытные цифры. Мы, кстати говоря, вот эту позицию отразили в виде письма журнал «Вестник анестезиологии и рентологии», которую подготовил Константин Геннадьевич Шаповалов и Ирина Владимировна Шлык там с коллегами. И Ирина Владимировна и Константин Геннадьевич являются заместителем президента Ассоциации. И это письмо опубликовано в первом номере, да, Константин Геннадьевич? Да, в первом номере нашего «Вестника». Ну вот, оказалось, что почти там 40% анестезиологов, которые участвовали в опросе, я не показываю эти цифры, они представляли учреждения различного уровня, в общем-то, работают с аппаратами отечественного производства. Но в сравнительной оценке, конечно, они выступают импортным, и 94% отчетливо написали, что надежность отечественной аппаратуры ниже, чем импортная. Вот любопытные цифры. А сможете ли вы в случае необходимость работать только на отечественных аппаратах? Только 37% написали, что не могут. А 37% такая же цифра, что вообще не могут работать на нашем оборудовании. Вот, и определенная часть, 30%, третья, они не знают, как ответить на этот вопрос. Это, ну, мне кажется, нюанс очень важный. И при этом отечественного оборудования в отделениях на момент опроса оказалось-то всего ничего. Преобладают аппараты импортного производства, отечественного совсем немножко. Ну, и получается, в общем, определенный диссонанс. Оборудование российское стоит не везде. Значительная часть на нем не работает, но большая часть работать и не хочет. И с этим мы сформулировали еще ряд вопросов, вот уже сейчас перед Конгрессом. Ну, и посмотрите, какова картинка. Вообще, считают ли реальным наши коллеги вот эффект от импортозамещения по определенным позициям? Подавляющим большинстве, за исключением кардиомониторов, ну, больше считают, что нет. Это нереально. Это нереально. Какие препятствия вот могут затормозить полный переход к использованию отечественного медицинского оборудования? Ну, вот тоже, с моей точки зрения, данные интересные. Сомнения в качестве и надежности отечественного оборудования 87% в ответ. 87%. Негативный личный опыт работы – 52%. То есть это уже упор на свой собственный опыт, на то, чем они работают. И еще одна позиция – 40% – недостаток позитивной информации об оборудовании. С одной стороны, на чем работать не нравится, с другой стороны, вообще просто не знает хороших свойств нашего оборудования. И при этом, смотрите, вот мы, кстати говоря, в письме Минздрав опасались, что здесь возникнут проблемы с техническим обслуживанием и ремонтом отечественного оборудования. Но, оказалось, это не очень пугает. 23% считают, что сложности в этой ситуации могут возникнуть. А вот приоритетными для реализации политики импортозамещения каковы цифры? Это, смотрите, на первом месте, получается, аппараты искусственной дляции легких. Направление приоритетное – это наркозные аппараты. Ну, по сути дела, все, но я бы хотел обратить внимание на последнюю строчку, я выделил специально информационно-аналитические системы, цифровизация здравоохранения. 30% считает, что это тоже нужно. Это отражение реалий сегодняшнего дня и политики в этой области. И, как бы ни говорили, что в анестезиологии, в общем-то, и цифровизация – это все так на потом можно отложить. Наверное, это неверно, неправильно, и надо смотреть, в том числе, в будущее, что эта ситуация становится очень важной для всех нас. Вот тоже вопрос такой интересный. У нас же здравоохранение перешло трехуровневое, а приказ на 919 и аналогичный по детству, они ориентированы только на один уровень – по техническому обеспечению. И что не совсем, наверное, правильно, я об этом неоднократно говорил на разных уровнях, потому что переоснащение наших учреждений исключительно аппаратами экспертного класса ведет к колоссальным денежным затратам, и этих финансов просто-напросто нет, нам их никто не даст. И в связи с тем, что уровень работы и объем работы, и категория пациентов в лечебных учреждениях разного уровня не одинаковая, то стоит вопрос, зачем везде нужны аппараты экспертного класса. Но вот все же подавляющее большинство опрошенных считает, что такой дифференциации быть не должно, хотя и количество лиц, считающих, что это надо делать, тоже выглядят в синенькие столбики, выглядят прилично. И в этой ситуации я могу напомнить данные опроса еще в 2020 году, когда мы с рядом коллег, в том числе присутствующих здесь, представители Екатеринбургского завода, формировали еще по предложению определенных правительственных структур экспертную комиссию перед ковидом, и проводили опрос для того, чтобы выявить необходимые тенденции в развитии отечественного оборудования. И вот данные 2020 года, мы тогда успели перед ковидом это все сделать, какие режимы предусмотрены в имеющихся в отделениях аппаратов искусственной вентиляции, достаточно перечень богатых. А вот вторая циферка, какие режимы вы не используете в практической работе, она тоже получается очень замечательной. Режимы есть, а говорят, что они, в общем-то, как бы нужны, но в жизни их не используют. Ну, я понимаю, что, или вернее, я думаю, что вы понимаете, что речь идет не огольно о всех отделениях, а как раз вот с учетом ранжирования наших отделений по предназначению решаемым и решаемым задачам. Таким образом, мне кажется, что этот вопрос в повестке дня тоже не снимается. И что необходимо предпринять, чтобы при проведении импортозамещения в нашей области избежать внедрения в практику некачественной продукции? Некачественной. И смотрите, что формирование механизмов обратной связи между производителями и потребителем. Собственно говоря, это вот и подтверждает нашу идею о том, чтобы провести вот такой вот обмен мнений вместе с представителями промышленности или, так скажем, производителей медицинского оборудования, и не только его, о том, что нам нужно искать какие-то формы взаимосвязи между собой. Формирование механизмов общественно-профессионального контроля тоже 70%. Выжесточение контроля за качеством серийного выпускаемой продукции со стороны государства тоже 66%. То есть речь идет о том, что на всех уровнях, но в том числе с учетом мнения профессионального сообщества, эту позицию каким-то образом нужно менять. И вот вопрос сегодня на обсуждение, на обмен мнениями, что же делать? Ну, может быть, для затравки это не такие, как бы, окончательные предложения, но мы вот в рамках экскордиционного совета, когда обсуждали это, что делать, то говорили о том, что нужно возобновить, может быть, формирование деятельности экспертного совета по направлениям, в которые входили бы представители, заинтересованные производители и специалисты, в частности, нашей ассоциации, которые занимаются глубоко этими вопросами. Мы понимаем, что любое оборудование, прежде чем поступить в продажу, оно проходит достаточно жесткий государственный контроль по всем направлениям. Но вот каков контроль и каковы результаты, когда все идет потом в серию, поставляется в лечебные учреждения, оно требует определенных, так сказать, раздумий для того, чтобы выносить какую-то позицию и доводить ее до производителей, что сначала, ну, как бы, хотели, как лучше, а получилось, как всегда, знаменитая фраза, известна и вам. Поэтому вот я на этом заканчиваю. Ну, и, может быть, для того, чтобы нам понимать, с кем мы сейчас работаем, то, если можно, скажите, кто представитель промышленности и производитель у нас сегодня есть. Ну, что у нас есть Сергей Алексеевич Митриченко есть, да? Да. Ну, вот мы тоже рассчитываем, что вы нам что-то скажете. Это представители Медтеха. Александр Николаевич Драбинин, да, Тритон Электроник тоже здесь, Екатеринбургский завод, Уральский приборостроительный завод, Александр Валерьевич, да, тоже здесь. Многих коллег мы знаем давно, достаточно еще по предыдущей работе. Вот. Может быть, кто-то еще есть, коллеги? Если можно, мы, чтобы потом... Ценю, блядь, запишите, да, протокольчик. Чтобы мы потом, в случае необходимости, оформили протоколы и было представлено, так скажем, более полноценный спектр. Ну, а что касается вот здесь сидящих лиц, далеко не все поместились за этот стол представители ассоциации. Здесь Михаил Валерьевич, наш член Координационного совета и активно принимавший участие в формировании позиций Константин Геннадьевич Шаповалов, заместитель президента ассоциации. Сергей Васильевич Царенко, вы тоже знаете, как главного специалиста Министерства здравоохранения, Евгений Валерьевич Григорьев. Он у нас не член ассоциации, но активно попросил поучаствовать в этом заседании и имеет свою точку зрения. Или, может быть, тогда... Давайте постим там по рядам, чтобы не затягивать время. Юрий Сергеевич, еще вот с точки зрения экстракорпорального направления, вот тоже представитель поставщика и будущего производителя отечественного оборудования в этом направлении, это Катаев Алексей Николаевич, компания «Новодел». Хорошо, давайте тогда мы... Вы пока записываете, чтобы все ваши координаторы, регалии, а попросим сейчас Сергея Алексеевича. Будьте добры, Сергей Алексеевич, есть вы точку зрения на сей счет. Тем более, что я знаю, что она у вас в какой-то степени сформулирована. Уважаемый Юрий Сергеевич, коллеги, спасибо большое, что дали возможность поучаствовать в таком значимом для вашей отрасли, для нашей отрасли мероприятия. На самом деле, опыт такого участия, к сожалению, в подобных съездах, форумах именно профильных ассоциаций, он невелик у производителей. Мы привыкли больше принимать участие на выставках, на здраво ежегодное, потом и на промо и так далее. Я считаю, что это большая ошибка. Я немного расскажу о нашей организации, вообще, к тому, для чего мы занимаемся текущей деятельностью. Я представитель Акционерного общества РТ Медицинской технологии, генеральный директор. Это дочерняя организация корпораций, единый центр в области медицинского приборостроения, который создан в прошлом году. Рынок медицинского оборудования признан в корпорации приоритетный из гражданских. И генеральный директор, и вообще, в целом, корпорация, она понимает значимость этой отрасли и для государства в целом. Мы видим, что происходит и на рынке, видим, что происходит в здравоохранении, непосредственно работая с организациями здравоохранения, с учреждениями. Путь на импортозамещение, он задекларирован давно, но, мне кажется, он только начинается. На самом деле, то, что вы сказали в своем докладе, в своем выступлении, действительно, обратная связь между заказчиками и производителями, ее практически нету, именно отечественными производителями. Мы все видим, как широко, десятки лет, широким фронтом наш рынок завоевывали зарубежные компании. Да, действительно, их оборудование, оно, их приборы, их медицинские изделия, они соответствуют настоящему уровню развития именно стандартов, новых каких-то направлений медицинской помощи. Но в нынешнее время тот задел, который сформировали и наши ученые, наши предприятия, он может позволить, если не в три года, то в течение пяти, ну, до конца 2030 года, позволит заместить некоторые, ну, или создать аналогичные виды медицинских изделий. Здесь какое мнение особо, ну, то есть для чего мы здесь очень настойчиво просились к вам, да, для участия. Нам на самом деле важна обратная связь, которую мы хотели бы получить от вас в первую очередь. Ну, все медицинские изделия, они создаются там в операционных, в больницах, да, и по техническому заданию врача, который лечит. Мы часто видели там медицинское изделие одного конструктора, медицинского главного конструктора, медицинские изделия одного врача тоже были, но на самом деле то, что сегодня этот вопрос актуально стоит на повестке именно у врачебного сообщества, это говорит о многом по поводу ассоциаций, то, что вы предлагаете, создание ассоциаций профильных, это очень важно, но они должны быть работой, организовываться именно врачами, но не производителем, потому что производитель, он видит все под своим углом на самом деле. Поэтому какое общее мнение, общий посыл, я не буду долго рассказывать о том, здесь присутствуют также наши предприятия, у нас на площадке есть оборудование, которое можно посмотреть, и действительно на сегодняшний день не стыдно им, не то чтобы похвастать, но можно посмотреть, как уже было сказано, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигнации, который в Туле был разработан, зарегистрирован, сейчас выводится на рынок, и наркозно-дыхательный аппарат, который стоит на площадке, зарекомендовал себя очень хорошо во многих медицинских учреждениях. Поэтому есть что показать, есть школа, которая, конечно же, не такая мощная, как у ведущих мировых производителей, но на самом деле я считаю, что вместе, если мы объединимся, то мы сможем достойно выступить здесь. В целом у меня все, я готов ответить на любые вопросы. Если создавать какую-то экспертную группу, то она должна быть представлена исключительно представителям медицинского сообщества, да? Нет, 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 ни в коем случае. С участием производителей, с участием тех, кто отвечает в том числе и за финансирование данных в проектах. Я считаю, что без государственной помощи здесь сложно будет что-то сделать, потому что мы находимся только в начале пути при создании целых линеек современных медизделий. Поэтому в любом случае нам нужна будет помощь государству в том числе. Мы понимаем, как до нее дойти, но здесь необходима очень ваша помощь и поддержка. Спасибо. Коллеги, может быть, есть вопросы? У вас есть опыт работы с государственными инструментами поддержки производителей? Да, конечно, конечно. Скажите, такие конкретные инструменты? Ну, самое такое... Что? Парис, слов не было. Мне не было. Ну, наше профильное министерство, это министерство промышленности и торговли. Есть ряд, скажем так, мер поддержки, которые в том числе и субсидируют создание некоторых заделов. Активно работаем с грантами, активно работаем с фондом развития промышленности. То есть здесь все это понятно. Плюс у нас в госкорпорации, например, создан фонд гражданской продукции, который ежегодно выполняется, и мы активно выбираем его. Можно еще вопрос? У вас есть группа, которая занимается миром научно-исследовательскими разработками? Группа у вас есть? Или у вас только Рандит? Научно-исследовательские разработки, они осуществляются конкретно на каждом предприятии производителя. У нас порядка 25 предприятий, которые производят медицинские изделия. Там у вас есть... Да, конечно, конечно, конечно. Ну, здесь есть представители Уральского приборостроительного завода. Например, у них порядка 50-60 человек конструкторское бюро. Уральский оптико-механический завод аналогичный. На каждом предприятии, кто выпускает медицинские изделия, есть специализированные подразделения, конечно. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Вы являетесь в госкорпорации? Это при Ростехе, да? Ну, это 100% дочерняя компания Ростеха. А еще какой-то аппарат ИВЛ пытались в пандемии разрабатывать. Вы его довели до чего-то? Аппарат ИВЛ... Это не Ижевские оружейники его делали? Нет, Ижевские оружейники не делали. У нас есть Уральский приборостроительный завод, который... Уральский, это понятно. Да. Аппарат ИВЛ у нас производит, еще выпускает Уральский оптико-механический завод. Был локализованный СЛЕ, британский, они ушли. Но сейчас они регистрируют новый аппарат ИВЛ. В фонтаре госкорпорации больше никто не производил аппарат ИВЛ. А какой у вас процент импортозамещения? Ну вот, условно, аппарат ИКМО вы сказали. Вы там что, механика производите или пластик тоже отечественный? Ну, по ИКМО вам конкретно ответят коллеги. Пластик здесь, если речь идет о производстве какого-то метаизделия, это не значит, что 100% производится на конкретно предприятии. Ну, например, у нас есть хорошее уже литье по пластику из хороших медицинских пластиков. В Российской Федерации есть уже производители, которые занимаются этим достаточно профессионально, достаточно хорошего качества. Ну, хорошо. Извините, я вас перебиваю. Значит, вы понимаете, что большой начальник, поэтому вас, наверное, высоко сидите, далеко глядите. А можно всякие конкретику, мне как главный специалист, что вы выпускаете и какая номенклатура медицинских изделий конкретно по анестезиологии и реанимации? Вы можете кому-то поручить? Я могу вам ответить сейчас то, что мы выпускаем. Да не на сколько. Что именно конкретные детали? Что вы конкретно говорите? Вот ГМО, это я не знаю. Да, да, да. Что вы знаете? Ну, про аппараты ИВЛ уже мы говорили, да. Дефибрилляторы, Уральский оптикомеханический завод, наркоз-дыхательные аппараты. Нет, хорошо. Мне бы интересует... Извините вас. Да, да, да. Не задерживайте. Значит, мне интересуют конкретные характеристики. Да, да. Не вообще дефибриллятор, не вообще аппараты ГМО, не вообще... Я понимаю, о чем вы говорите. Это можно как-то дефибриллятор получить официально? Конечно, конечно, конечно. Тогда я после конференции дам мои координаты. С характеристиками совсем, да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я хочу посоветоваться дальше. Мы как? Спасибо. Сначала. Да, спасибо большое. Позиции Константин Геннадьевич Продумов, Евгений Валерьевич, да? Давайте только так, что здесь коротко, ну, макроно, 3-5 минут, да? Излагаем свои позиции. Ну, пожалуйста, да. Да, и знаете, ведь мы с вами, да, когда там, в 20-м году вместе с Минпромторгом пытались решить эту задачу, и тогда немножечко тоже затормозилось, потому что мне тогда показалось, что производители стали немножечко так, как бы стенкой. Ну, что тут профессиональное сообщество? У нас есть конкретные люди, которые нам помогают разрабатывать аппарат. У нас есть свои идеи, и мы их будем реализовывать. Ну, 20-й год, на самом деле, и наложил, наверное, вот данный отпечаток, несколько негативный, на качество российской техники, поскольку в этом году по программе коронавируса в несколько месяцев было выпущено 15 тысяч изделий, которые разошлись по Российской Федерации. И, по нашим оценкам, примерно 40% попало в отделение, и вновь созданы кардиоцентры, которые в дальнейшем перемещались через год, через два, естественно, уже со своими проблемами. Они приходили в другое лечебное учреждение, которое крайне негативно воспринимало аппараты, которые им навязывают, которые уже, ну, явно требовали, как минимум, какого-то технического обслуживания. То есть вот это, в свою очередь, серьезно отразилось на мнении специалистов. С другой стороны, надо понимать, что когда в кратчайшие сроки ты получаешь комплектующие, вынужден делать какие-то замены, переходить на 24-часовой рабочий день, все это тоже вносит, скажем так, корректирую возможности и качество изделий. Плюс аппараты, которые выпускались тогда по заданию Минпромторга, чтобы сделать быстро, были, ну, самой простой конфигурацией, без датчиков пульсоксиметрии, капнометрии, и поэтому возможности по мониторингу аппаратов отражены очень неважно, скажем так. После этого мы прикладываем большие усилия для того, чтобы показать на самом деле возможности, качество изделий. В первую очередь внесены некоторые замены элементов. Мы понизили шумность аппаратов с 55 до 43 дБ. Мы проводим сейчас дополнительные испытания по термоустойчивости, по вибрации изделий. То есть работы по качеству выпускаемой техники очень серьезные идут, продолжаются. Мы, ну, как, наверное, и другие наши коллеги, никому не отказываем в проведении аппаратации. То есть все желающие посмотреть нашу технику и себя в лечебном учреждении, ее получают, мы ее вводим, мы показываем, рассказываем. Мы пытаемся показать врачам возможности и возможности как аппарата, так и дружественность нашего интерфейса. То есть вот то, что мы считаем, один из плюсов в отечественном оборудовании. Ну и возвращаясь к вопросам, которые задавали, на самом деле на нашем предприятии сейчас ведется очень большая работа по созданию новой линейки. То есть у нас 62 конструктора набрано за последние два года, которые разрабатывают новую линейку. Эта линейка называется Mobivent. То есть в том числе это замена аппаратов Avento с уже глубокой проработкой, с дополнительными функциональными возможностями. И плюс новые аппараты. Это высокопоточный аппарат, осцилитурный аппарат. Это то, что на сегодня не имеет российских аналогов. Часть техники будет зарегистрирована до конца года, часть всего пять изделий будет до конца следующего года. И вот эти вот работы, они ведутся также по наркозно-дыхательной тематике. То есть наркозный аппарат мы тоже делаем, но он будет у нас несколько позже, где-то в 26 году, и тоже будет линейка. Ну это замечательно, но для нас сегодня стоит вопрос о том, как для нашего профессионального сообщества донести эту информацию и позитивную информацию. Будут новинки, будут новые изделия, а вот люди их воспринимать не будут. Вот с вашей точки зрения, вот сейчас мы на какие механизмы обратной связи можем выйти? Вот, Юрий Сергеевич, предложение создать какую-то группу с какой-то программой, наверное, было бы самое эффективное. Эта группа может, допустим, проверить возможности, качества на базе каких-то лечебных учреждений с привлечением представителей медицинского сообщества. Мы со своей стороны готовы выносить любые возможные изменения, если в этом будет выявлена необходимость. То есть мы готовы со своей стороны двигаться совместно с вами к созданию идеального аппарата. Ну я скажу, мы по линии ассоциации тоже готовы, скажем, заключить договор с сертифицированной организацией, имеющей метрологическое оборудование. И проводить оценку этого оборудования после какого-то периода его эксплуатации. Всем, чтобы посмотреть, как оно меняется, и сделать эту информацию доступной для всех. Можем открытым, мы можем предоставить страницы нашего вестника анестезиологии и рематологии для публикации такой информации. Она болезненная будет для производителей, но может быть она будет и полезной для того, чтобы ускорить движение вперед. Вот насколько радикальны мои предложения, вы готовы принять? Ну, я думаю, что готовы, надо обсудить конкретно относительно испытаний, потому что испытания проводятся у нас, у самих на регулярной основе. Нет, это я понимаю, но, скажем, в свое время я видел опубликованные результаты общественной оценки оборудования, производимого в Соединенных Штатах Америки. В журнале табличка, где есть перечень тех или иных аппаратов и по целому набору критериев люди давали такую оценку. Ну, что-то типа опроса, который я сейчас провел, только он более детализирован и, так скажем, основан на большем числе наблюдений, что ли. И это ежегодно публикуется для того, чтобы люди сопоставляли двигаться в лучшую сторону или не движемся в лучшую сторону. Поэтому что-то, в принципе, аналогичное-то, может быть, и надо делать сейчас, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы максимально быстро пройти этот период. Ну, абсолютно верно. Создание какой-то группы из специалистов, кто будет, допустим, мониторить данную ситуацию и выдавать свои заключения через определенный период времени. Спасибо большое. Спасибо. Отпустите, по ряда. Только единственная просьба, не презентовать свое оборудование, а, в общем, поставить акцент правильно. Безусловно. Компания Тритон Электроникс, мы отечественный производитель, частная компания, работаем 35 лет, у нас два направления, это мониторы пациента и аппараты искусственной вентиляции легких. Чтобы было понятно, о чем говорит, это мониторы Тритон и аппараты ВЭЛЗИС ЛАВИМ. Вот, значит, по поводу начала разговора, вот год назад практически, да, о запрете доступа иностранной техники на российский рынок. Наша позиция была, ну, в битпроторге мы участвовали на всех совещаниях, то есть нас приглашали, мнение учитывали. Значит, мы были изначально против этого постановления, то есть мы и до конца, и сейчас, то есть мы вот все 35 лет идем своим путем, идем рыночным путем. То есть мы доказываем эффективность применения и качества своей продукции именно доступностью на рынке, вот, распространением на рынке. И мы считаем, что это самый эффективный способ, любые ограничительные меры, они ведут к стагнации развития, в общем-то, всей промышленности, значит, и мы не хотим, чтобы отрасль умерла. То есть мы хотим конкуренции, то есть это честная наша откровенная позиция. Вот если говорить по мониторам пациента, то вы видите сами цифры, мы, в общем-то, давно уже доказали, потому что в стране два производителя, это мы и ростовский завод, НПП-монитор. Если говорить про более функциональную технику, то это наша техника, у них это 5 каналов, вот все остальное это покупное, у нас в технике это все разработано нами, вплоть до мультигаза, вплоть до оценки глубины анестезии, там, ну, все модули, капнометрия, прямой поток, это все нашего собственной разработки и производства. Вот поэтому стоимость и доступность этих технологий на рынке, она высока, и поэтому вот результаты опроса, они это и показывают. Потому что доверие, оно уже достаточно, это, ну, большое, серьезное к ней. Именно доступность и распространенность на рынке, вот что. То, что вот опрос показывает по аппаратам ИВЛ, тут, конечно же, то есть, скорее всего, влияет именно с кем проводился опрос. То есть, если взять региональные, да, провели региональные опросы, то, конечно, цифры были бы другие. Что знакомство с оборудованием, оно, ну, на уровне, вот, допустим, Москвы, Санкт-Петербурга, это нулевое практически. То есть, у нас не используется, вот, не продаем мы на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Вот, ну, я, примерно, говорю, самые такие емкие рынки, да, я до сих пор разговариваю со специалистами, встречаюсь в этом году, езжу по регионам. Я понимаю, что ни в Москве, ни в Питере люди, ну, кто он, вот, работает, они не знают нашу технику, они просто не пробовали ее. Вот, Министерство здравоохранения, ну, ДЭС Москвы, вот, у нас осенью запросил, так как, вот, постановление уже было там, понятно, что будет, запросили на апробацию аппараты, мы провели испытания в четырех клиниках, по два аппарата в каждом стояло. То есть, это в детском отделении, во взрослом отделении. Результаты все положительные, отзывы есть. Вот, полгода отпахали аппараты, то есть, сделали мы аппарат еще для экстремально низкой массы тела, там, 500 грамм, еще там, в трех-четырех клиниках в Москве они отпахали, да, то есть, вот, по полгода. Есть заключение, есть мнение, вопрос, когда же это будет все пробоваться закупаться, да, когда будут какие-то, там, серьезные, там, закупки, которые позволят сформировать мнение, вот это вот самое большое. Вот некорректно, конечно, перебивать, да, но все же хочется переходить к конструктиву с учетом цели заседания. Вот, смотрите, вы известны давно, да, вот, я ваша база тоже знаю, как помните, в свое время я все заводы проехал, посмотрел, где что делается. Вы участвуете практически во всех крупных анестезиологических форумах, на выставках, а оборудование не знает. Что нужно сделать для того дополнительно, дополнительно, чтобы позитивная информация о вашем оборудовании попала в массы? Ну, вот, я скажу, что мы со своей стороны делаем, потому что мы не можем ничего добиться, не можем донести информацию до каждого. Мы формируем перечень потребителей, то есть, ну, вот, фиксируем в своих учетных базах, там, максимальное количество людей, конечных пользователей, и создаем корпоративный университет свой, в котором будем выкладывать информацию, в которой будем привлекаться, там, делать вебинары и прочее, там, вот. Ну, это то, что мы можем сделать. В плане, вот, работы с профессиональным сообществом, тут, конечно, мне кажется, что это самое главное – это апробации, и, значит, ну, в тех учреждениях, где это нужно, где формируется мнение и открытость этой информации. Ну, что, вот, мы проводим апробации много где. Есть заключение, есть, вот, ну, понятно, да, отзыв, да, но он ведь нигде на уровне страны не светится и не распространяется. То есть, и, вот, ценность этой апробации, она остается, вот, в конкретном учреждении, в конкретном, вот, пользователе. Они приняли для себя решение, что, да, это подходит, но они не распространяются мнения на всю страну. Вот, наверное, вот это основная, вот, задача наша и возможность. То есть, ассоциация, помимо, собственно, экспертных советов, может предоставлять, вот, как Юрий Сергеевич сказал, свои ресурсы информационные, как журнал, так и наши соцсети, на которые, собственно, можно делать некие интервью и так далее, и так далее, рассказывать о преимуществах своего оборудования, мне кажется, очень важно пригласить. То есть, найти такую форму, чтобы это не выявило, как реклама. Не реклама, но действительно продвижение отечественного оборудования. Ну, вот, абсолютно верно, да, вы говорите, то есть, ну, вот, доводить, вот, именно, как бы, возможности, там, это, не это, нет. Вот, именно практика использования, вот это хотелось бы, чтобы люди делились, именно, практикующие врачи, люди, которые уже сформировали свое мнение, чтобы делились своим мнением по всей стране. Вот это самое важное, мне кажется. Вот, ну, у нас другого выбора, ну, нет, мы не видим выхода другого. Я, вот, позволю себе не согласиться с этой позицией, потому что, зная свою специальность изнутри больше 30 лет, я прекрасно понимаю, что я в лучшем случае, вот, просто как конкретно человек, врач, вообще не какой-нибудь там главный, не главный, я доверяю только себе или тем людям, которые я знаю лично. Поэтому вы можете сколько угодно расставить аппаратов ИВЛ, и вам придут в новую клинику и скажут, вы знаете, ну, мало ли чего мне там понравилось, а мне не очень. Вот тут абсолютно справедливо прозвучало мнение Юрия Сергеевича, я вот только немножко откорректировать хотел бы. Нужны какие-то объективные критерии. И что мы с чем будем сравнивать? Если мы сейчас будем сравнивать с ведущими мировыми производителями, мы, наше оборудование, не выиграет, это очевидно. Но мы сейчас в начале пути. Но мы с вами не виноваты, что страна там, не знаю, Ельцин пил и страну продавали. Но тем не менее, давайте по факту вот так. Поэтому говорить о том, что наше оборудование не хуже кого-то, оно неправильное. Оно хуже, к сожалению, во многих отношениях. Но это все равно, что своего ребенка сравнивают с другими. Да мало ли какие они, мне мой волнует. Вы знаете, мне точно так же волнует мое оборудование отечественное, российское, а не чье-то там супер какое-то иностранное. Поэтому задача, в том числе и общественных организаций, и может быть не только общественные организации, и Минздрава и прочее, выработать объективные критерии достаточности качества вашего оборудования. И тогда начать с того, что говорил уже Юрий Сергеевич, насыщать те звенья нашего здравоохранения, которые не нуждаются в суперинтектуальном режиме, который, не знаю, там 80% хотят, а 40% используют. А есть достаточно нормальные режимы вентиляции или режимы использования аппаратуры, которые достаточно для этого уровня здравоохранения. Не надо там супер, как говорится, навоз на Лексусе, на дачу не возишь. Поэтому я не хочу бы только сказать без обид. Я повторяю, я за собственного ребенка, а не за чужих хороших. Поэтому давайте выработать определенные критерии. И на основе этих критерий можно выработать сеть референсных центров. Не надо в каждую больницу, но опаси Господь. Но если больница не занимается ЭКМО, ну что она будет про ЭКМО смотреть? Если это не какой-то крупный респираторный центр, и там только послеоперационные пациенты, которым нужно только отдышаться, постоператься, ну что им давать аппарат ИВЛ с первого класса? Ну не потому, что они глупые, но потому, что они с этим не работают. Конечно, это не вы, как производитель, должны знать, куда свой аппарат поставить. А, наверное, медики, в том числе общественные организации, должны предоставить такую возможность, что вот давайте вот сделаем там, поставим там-то, и по таким-то открытым критериям, заранее обсужденным, мы дадим вам оценку. Ну так, как сказал, опять же, Сергей Безобид. Вот как есть, так есть. Ну, мне кажется, это вот единственный способ как-то популяризовать. Иначе все бы по принципу мне нравится, не нравится. Ну не нравится мне китайская машина. А почему? Да не знаю, не хочу. Ну вот это вот остудо же. Ну, это не перебить. Нет, это принято, это вот действительно, это так. Ну, вот вы изначале говорили о том, что какое бы мнение, кто бы ни сказал, какие бы критерии мы ни учли, но вы как доктор... Нет, нет, это когда субъективное мнение. Я поработал, мне понравилось. Это ни о чем, понимаете. Нужно конкретно, что она поработала, как она работала, сколько раз она отказывала, какие там были с ним проблемы и так далее. Ну, у нас отзывы такие и есть, мы так и формируем. Ну, просто, да, это вот очень хорошая идея, именно скомпилировать все вместе, соединить. Мы, может быть, вот как раз в ассоциацию будем предоставлять там, где это все проведено, и общее мнение потом формироваться. Действительно, может так. Ну, вот, я вот еще буквально минуту скажу, да, то есть, вот, быстрее узнают, допустим, о качестве, о функциональных каких-то преимуществах наших разработок иностранные конкуренты нашего, как бы вот не странно, да, звучало. То есть, компания Седана, компания Ливенштайн заказывают у нас разработки и покупают наши модули, десятки модулей измерительных, измерительные каналы, да. А у нас доктора, к сожалению, вот в ведущих клиниках не знают то, что в наших аппаратах УВЛ есть метаболограф, в каждом встроенный. В мониторе с этого вот прошлого года мы в каждый монитор включили канал мониторинка седации, да. То есть, ну, вот, за бесплатно, да, то есть, это вот 20 тысяч рублей канал седации. Ну, Александр Николаевич, это как раз говорит о той позиции, ну, озвученной заранее, что люди не знают позитивной информации, и наша задача сегодня подумать о том, какие механизмы внедрить в практику для того, чтобы получить вот этот вот эффект. Спасибо большое. У нас, коллеги, 15 минут остается. Поэтому, да. Уважаемые коллеги, ну, я позволю такие два слова внести, значит, в отношении, как мы проводили вот это вот на самом деле обсуждение, да, и обсуждали некоторые результаты опроса, которые вот до вас доведены. Дело в том, что в итоге ассоциация приняла консолидированную позицию, хотя она была, так скажем, дискутабельная, да, у нас в ассоциации, да, и мы некоторые вещи просто не вынесли. В чем есть, как бы, моменты? Мы с вами, понятно, что живем в какой-то реальности, да, в нынешней, и в этой реальности, да, вот мы можем говорить, там, импортозамерщение хорошо, плохо, там, но может произойти так, что, да, вот будет шелчок пальцем, да, и у нас завтра не будет никакого оборудования импортного, да, просто не будет, и мы его не сможем купить, да, и, наверное, даже может так произойти, что не будет китайского оборудования, вот, и может так произойти, что будем рассчитывать только на свои сугубо силы, да, и как-то надо работать. И такая ситуация у нас, в общем-то, была четыре года назад, да, вот, когда начался ковид, и были деньги, а купить-то был нечего, и это абсолютно, как бы, такая неприятная и достаточно страшная ситуация. И это, мы говорим только про аппаратуру ИВЛ, да, а то, в общем-то, мне, как главному специалисту из региона, непонятно, а что у нас будет, допустим, с экстракорпоралкой, а как это вообще завтра, будут ли эти аппараты, вот сейчас некоторые, там, механизмы перепрошивки работают, да, какие-то вот начинаются, но я не владею никакой этой информацией, и мне вообще это непонятно, вот, что будет дальше. То есть, что же самое касается, там, и дозаторов, да, и мониторов, там, и всего остального. Второй важный момент, тоже, вот, результаты опроса мы все видели, и это, как бы, мнение каких-то средних анестезиологов, да, но у нас анестезиологи, они очень разные. У нас есть врачи, которые работают, ну, допустим, в городских больницах, да, там, больницы второго, третьего уровня, есть врачи, которые работают в НИИ, да, и есть врачи, которые работают в ЦРБ. Все они, причем, великие, все они молодцы, все они достойны звания героя, как недавно предлагалось, да, в Думе, но при этом, как бы, нужно понять, что те, кто работает, допустим, у нас, допустим, в регионе, в краевом центре врачей, их гораздо больше, чем тех, которые работают в ЦРБ. При том, что потребители, допустим, ЦРБ, это очень большие потребители, и у меня, допустим, из 30 ЦРБ, да, в 25 нет, а РИТ, и, в общем-то, он тому не нужен. Но там должно быть оборудование, там должен быть специалист, да, он не загружен, но он там работает. Более того, например, по всей стране сейчас у нас ситуация, что должны быть, они открыты, ургентные родильные залы, и там должен быть аппарат нонатальный ИВЛ. Он должен быть, и там он должен включаться, ну, будет включаться примерно раз в квартал, наверное, да, а может реже, но аппарат там должен быть. И вот я часто обращаюсь к производителям, говорю, а вот вы можете сделать не электронный ротаметр, что он был на аппарате, на наркозном, а трубочный? А зачем, как бы, да? Мы вот хотим что-то туда еще побольше напихать, чтобы это было дороже, а мне не надо дороже для ЦРБ, мне надо, чтобы это было надежнее, чтобы это было от любого источника газов, кислорода и так далее включалось и работало. И, наконец, самое, наверное, главное опасение, вот как бы, может быть, не все уловили, а вот чем, собственно, врачи-то недовольны, вот врачебное сообщество, почему вот эти вот такие сомнения относительно оборудования, это такое, на мой взгляд, боязнь «Жигули», да, или летать с самолетами «Верофлота». То есть вот то, что сейчас у нас, как бы, вот будет производиться только и предлагаться отечественное оборудование, и не будет никакой обратной связи. И мы будем знать, что в этих аппаратах постоянно там ломается какое-нибудь зажигание, да, и вот там при поступлении уже аппарата будем менять, там ремонтировать. А производитель ничего при этом не будет делать. И вот, на мой взгляд, и сейчас вот как-то сообщество, оно отдельно как-то в какой-то, в одной плоскости, а производители даже сейчас, без обид, да, они как-то вот в другой плоскости и говорят, что мы готовы делать, мы готовы давать на апробацию. Так, а вот я вот последние годы этим и занимаюсь. Так вы проведите нам мастер-класс, вот вы нам поставили это оборудование, все хорошо, вы мастер-класс-то проведите, и это почему-то приходится как-то мне вот клещами вот это вытаскивать. А на мой взгляд, должны быть у каждого из вас, у производителей, должны быть отделы. Это не так-то сложно и дорого для вас создать отделы, которые прямо должны ездить по регионам, проводить мастер-классы, привозить это оборудование, показывать его, навязывать его, да. И хорошая должна быть обратная связь. Вот уже сказано, через ИСУС Ассоциации, пожалуйста, через сайт, через соцсети, через журнал. Хорошая норма. Да нету сейчас никакой обратной связи. Ну нету обратной связи. Вот приезжает инженер, да, и мы там ему там говорим, я спрашиваю заведующего, какие претензии. Ну то-то, 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 что-то, что-то. А если это не организуют, так ее не будет. Вот здесь явно недоработки, на мой взгляд, максимально просто постарался сказать. Только, пожалуйста, тут сделайте вот это. Спасибо, Игорь Николаевич. Игорь Валерьевич. Дорогие коллеги, я, несмотря на то, что я не член Ассоциации анестезиологов, я замдиректора в Институте комплексных проблем. У нас есть очень большой опыт в выведении изделий минцинского значения биологических протезов, не связанных с анестезиологией реанимации. Значит, мы называем это так называемым замкнутым циклом. У нас есть производитель, ну, в кавычках, производитель это юридически независимое от нас производство. Ну и соответствующим образом они за 30 лет по биологическим протезам, они заняли 70% ниши российской федерации по своим изделиям. Они, естественно, активно очень конкурируют с иностранцами. И вот идея, то, что здесь коллеги сказали, я думаю, что, надеюсь, вы поддержите. Это первое, это некие референсные центры, которые будут давать объективную информацию. Дело в том, что наш партнер не боится отрицательного результата. Не боится отрицательного результата. Это плохо. Да, это плохо. Почему? Потому что вас сейчас говорят продажники. Вы же должны продать. Это самое главное. То, что я услышал. А это неправильно. Если вы хотите дальше эволюционировать, мы с вами хотим дальше эволюционировать, потому что здесь вопрос какой. Вот то, что сейчас занимается, это та ниша, которая находится на сегодняшний момент, вот на 2024 год. А завтра я сшел на этот круглый стол не по искусственной вентиляции легких, по мониторингу. Я хотел поднять направление, допустим, исследования микроциркуляции. Этим вообще никто не занимается. За рубежом, например, существует уже четыре поколения мониторов, которые анализируют микроциркуляцию. Они уже в завтрашнем дне. А мы с вами еще во вчерашнем. Вот и все. Поэтому, если мы сейчас друг друга услышим, то это будет интересно. А если нет, то тогда мы будем производить, извините, москвич. Китайский, как я понимаю. И поэтому элемент обратной связи, референсных центров и так далее, а также понимание того, вот я вас про подразделение НИР спросил. Как я понимаю, у вас же должны быть некие клиники, на которых вы опробируете. И клиницисты вам должны давать заявку. Это крупные больницы? Это авторитетные люди? У меня ощущение, что нет. Назовите. Больницу назовите. Фамилию назовите профессора, который промотирует тритон. И все? А что, я прошу прощения, можно мне тогда уточнить? Мало очень времени остается. Какой конкретно компонент в вашем аппарате модифицировал Ярошетский или Музурок? Дополнительное давление мы мониторим, давление в пищеводе, давление на трахеи, транспульминальное давление. То есть это Ярошетский Андрей Игоревич. Если говорить про Музурка, Вадим Игоревич, то сердечный выброс неинвазивной публикации. То есть масса на самом деле. Сейчас режим пропорциональной вентиляции разрабатывает Вадим Игоревич. Испомогает нам. Мы пишем техзадания, заключаем договора, люди делают исследования. Но это правда, работа производителя, опираться на мнение того или иного специалиста, это один момент. Нет, мы в комплексе работаем, у нас такие десятки я наберу. Я просто вынужден прервать всех, потому что действительно время поджимает, мы должны четко освободить аудиторию в 10 часов. Но вот у нас Андрей Георгиевич, руководитель НМИЦ, директор НМИЦ по анестезиологии и герметологии для взрослых. Если есть, то коротко. Глубокие уважаемые коллеги, вот здесь первый вопрос говорилось о информационной поддержке производителей в регионах. НМИЦ по анестезиологии как раз, в общем-то, одна из задач и является это. И мы, потому что наши коллеги, группа выезжают в регионы, смотрят, как работают лечебные учреждения первого, второго, третьего уровня. Мы собираем данные о том, как оснащены и какой аппаратурой наши лечебные учреждения в регионах. И поэтому здесь мы вам можем помочь в отношении распространения информации о вашей продукции, которую, как вы говорите, мало кто знает. И мы можем здесь вам помочь. Поэтому вы нам присылаете в вашу перечню вашей продукции с характеристиками, а мы рассказываем об этом в регионах. Причем рассказываем как очном посещении регионов, так и посредством научно-практических мероприятий, которые в онлайне мы проводим с регионами. Это вот первое предложение. Второе. Значит, НМИЦ может, наш, который базируется на Сеченском университете, может быть вот таким, ну что ли, референсной площадкой, если так можно сказать, для и апробации, и заключения, которые мы вам, вернее, даже советы, которые вам можем дать в процессе разработки той или иной аппаратуры. У нас очень хорошая площадка, у нас есть технопарк, у нас есть передовая инженерная школа, которая уже функционирует третий год. Там работают очень хорошие специалисты из Бауманки, из Фистеха, из НИФИ и так далее. И они могут посоветовать еще на стадии разработки, апробации, совершенствования, как Юрий Сергеевич сказал, после уже апробации, тоже может вам в этом плане помочь. Поэтому мы вот такое предложение делаем. И мы в вашем распоряжении. Спасибо. Два слова хотели, да, коллеги? Юрий Сергеевич, коллеги, добрый день. Спасибо за возможность, в принципе, проговорить ключевые вещи, которые хотелось бы с вами поделиться. Хочу представить. Скатаев Алексей Николаевич, генеральный директор компании «Новодиал». Мы достаточно молодая компания, были созданы в июле прошлого года. Но совместно с нашим партнером группы компании «Фармасинтез» мы как раз сфокусируемся на все, что касается перитониального диализа, хронического гемодиализа, экстрапаральной гемокоррекции, которая непосредственно очень близка тема к вам. И мы на текущий момент как раз занимаемся над тем, чтобы снять вот то геополитическое давление, которое существует, в частности, относительно экстрапаралки. И здесь, по большому счету, наверное, две вещи, на которые мы сейчас сфокусируемся. То есть, в любом случае, это все складывается из двух этапов. То есть, первый этап – нужно наладить бесперебойные поставки экстрапаральной гемокоррекции из дружных стран. Ну, то есть, в данном случае мы говорим о Китае, мы говорим о странах Ближнего Востока, мы говорим о странах Турции для того, чтобы снять зависимость страны от, возможно, геополитических вызовов. И в параллельно с этим, естественно, разрабатываем различные локальные решения для того, чтобы действительно предложить для российского сегмента сферы здравоохранения правильные локальные решения, чтобы двигаться дальше. В принципе, много чего еще предстоит сделать, но, тем не менее, как я уже сказал, то есть, в любом случае, мы видим здесь поэтапное движение. Здесь, конечно, с ассоциацией нам бы хотелось видеть первый момент – это возможность голоса научного сообщества с органами государственной власти, прежде всего, с Минпромторгом, формирование какой-то повестки. И вторая вещь – это, безусловно, тестирование и проверка тех решений, которые мы будем предлагать для сегмента здравоохранения. Спасибо. Ну, здесь коллеги, я думаю, так найдут интерес взаимный, который, в том числе, с Минпромторгом связан. Сергей Васильевич, вы что-то скажете в заключении? – Коллеги, ну, у нас время истекло. Если бы я знал, что у нас будет много желающих выступать, то я попросил бы полтора часа на это заседание. Но мне кажется, что даже вот тот факт, что мы сейчас поговорили, может быть, и не очень конкретно, но весьма полезен. Мы стали, ну, как бы понимать, что надо между собой общаться для того, чтобы двигаться вперед. Но по конструктиву, что я вижу, то вот наша озвученная идея в рамках Координационного совета Ассоциации о необходимости формирования группы, которая бы аккумулировала проблемные вопросы и сделала предложение о том, что куда двигаться дальше, она необходима. И мы в этом отношении будем двигаться. Я думаю, что как раз и проработаем вот эти вот вопросы, касаемые критериев оценки, возможности продвижения, использования наших социальных ресурсов, потому что у нас и не только сайт, у нас и телеграм-канал есть, и у нас, в общем-то, журнал есть, ну и другие ресурсы, и возможности МИЦа, которую говорил Андрей Георгиевич, как тоже член Координационного совета нашей Ассоциации. Михаил Ильич Кицкало, я вам не дал слова, если согласна с тем, это еще второй директор тоже член Координационного совета МИЦ по, как там, у них сложные названия, родильницами и беременных почему-то. Так что как раз это вот такое наше было общее осуждение о том, что надо начинать разговор. Будем рассматривать это как первый шаг, и я думаю, что, ну, наверное, будем дальше продолжать вот такой опыт, но уже, может быть, на более конкретной какой-то основе. А сейчас вот затравка сделана, и мне кажется, это сделано правильно. спасибо большое всем. Спасибо. 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 Спасибо.